Всем привет! Вы на канале Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей. Сегодня 26 мая, вторник. Трудовые будни продолжаются. Сегодня без опозданий начинаю. 7.30. В городе пока тихо. Смотрите, минута прошла, сразу заказ прилетел. А в океане 26. Это очень хорошо, только включился, сразу заказ прилетел. Поедем на Притыцкого 19. Это 6 километров. За этот заказ 4.80. Тут же прилетел заказ на Притыцкого 18. Рядышко, вон там во дворах. Наверное, первый раз такое со мной было. Сейчас паренек ехал и переживал за то, чтобы мне было удобно встать и принимать следующий заказ. Это просто от клиента непривычно слышать. Чтоб все такие были. Прям приятно стало. Следующий адрес у нас Сухая 6. Это 4 километра. Так как тут односторонние, вынуждены двигаться на мигу. О, здесь скоро новый домик вырастет. Давненько я тут не ездил. А с Немиги нам ближе всего на Дзержинского поехать. Сейчас туда и поедем. Хм, два заказа за полчаса. Хорошее начало. Хотя в прошлом выпуске тоже было хорошее начало, а потом пошло на спад. Все, заехал я во дворы, на Грушевскую. И сейчас мы тут где-нибудь пристроимся. Будем ждать. Хотя странно, что заказа нет. Уже должен прилететь. Отсюда часто люди едут. Две минуты прошло. Железнодорожная 44. Ну, здесь рядышком. Здесь у нас два адреса. Сначала Богдановича 147. Потом независимости 115. 14 километров нам пилить. Короче, через весь город. За этот заказ получилось 8,90. Есть такое подозрение, что это даже комфорт. Нет, эконом. Но странно, а по деньгам я бы сказал, что это комфорт. А что, из-за того, что долго ехали? Минут 35, наверное, мы крались. О, заказ прилетел. Макоенка 15Б. Подача 2 километра. У нас как бы выбора отсюда нет. Придется все равно буду это на Логойске пилить. Нормальная подача. На Платоново 34 мы поедем. Это 5 километров. За этот заказ 4,30. Оказались мы на Платоново. И недалеко, вот прямо от Ботанического сада. Сейчас мы оттуда налево, на Сурганово, и будем пилить в сторону Леонида Беды. Может, по пути что-нибудь поймаем? Если нет, тогда уже там будем стоять ждать. Наконец-то теплеет на улице. По прогнозам, правда, грозы обещали. Но внезапно они передумали. Сегодня я смотрю, просто облачное все. Хотя даже и облачка не видно. Нет, вот оно там есть. Так что лето потихоньку наступает. Это радует. Без заказа мы доехали до Леонида Беды. Сейчас найдем тут местечко и будем стоять. Пока еще 9 часов. 9.07. Вроде как еще должно что-то сработать. Мы не должны стоять. Народ еще куда-то едет. Ну, хотя в городе сегодня тишина. Я даже не видел коэффициенты, были или нет. Заказы выполнял, не успевал посмотреть. Галу 76. Чутко постоять пришлось, ну, минут 7, что ли. Галу 76, это вот здесь. На месте. На Скорганово 14 поедем. Это 8 километров. Ну, давайте чуть-чуть назад сдадим, чтобы у нас заметнее было. Оп, вот так вот. Все, ждем. За этот заказ 5.70 получилось. Я так думаю, мы тут и подождем. Раз уж мы сюда заехали, значит, встанем и, может, что-нибудь дождемся. Дать не пришлось. Скорганово 4Б. 5 минут мы постояли. А поедем наверх оружие 32. Это 5 километров. За этот заказ 5.50 вышло. На Кропоткино мы очутились. Я так думаю, мы пряменько туда. На Каховскую ближе, наверное, будет, чем беды пилить. Как-то становится все теплее и теплее. Надо раздеваться потихоньку. Че-то я помятый, други. Каховская 35. О, ничего себе, даже в обратную сторону надо. Наверное, хорошие айтен поедем. 4 километра. 4 рубля за этот заказ. И мы тут же развернулись и поедем на Куйбышево теперь. Опасная фигня эта велодорожка. Я бы на велике, наверное, побоялся ехать по ней. Задумался я и автоматом проехал, а ждали они до беды. До Некрасова мы почти доехали. Снова мы в промежуток с 10 до 11. На этом месте. Смотрите, дождался. Галла 78. Что, у тебя опять из этого дома? Сразу кнопочка на месте сработала. Нам с Тиславца 2 поедем. Это 6 километров. 4,90 за этот заказ. И сейчас мы со двориков выедем и где-нибудь внаружи тут подождем. Чаек 40 копеек прилетел. 10 минут мы уже стоим без заказа. И один добрый человек мне советовал не стоять вот здесь вот во дворах, а прям надо на мол где-нибудь вот здесь встать ко входу. И он мне так объяснял, что там быстрые заказы прилетают. Сейчас мы это проверим. Смотрите, тут прям во дворе Кремль построили. Не успел я доехать. Вне зависимости 155. Прилетел заказ. Нам лучше развернуться. Получается заказ с другой стороны дороги. То, что прилетел заказ, это хорошо. Сегодня мы вроде неплохо справляемся пока. Сейчас у нас 11 часов. 67 километров мы проехали. 26 рублей и 8 заказов мы сделали. По деньгам, конечно, так себе, но главное, что заказы летят. Это главное. На Чукалова 14 заказ. Это 11 километров. 6,50 за этот заказ. Чуть-то сдвинулся. Отсюда прилетит быстрее заказ, чем мы на Чукалово будем стоять. Сейчас узнаем. С Жуковского 29. Минут 5 мы постояли. Ну, что я хочу сказать. Нормально, потихоньку народ движется. Не все так глухо, как на прошлой неделе. Поедем на Советскую 18. Это 5 километров. 4,30. Оказались мы Бобруйская, наверное, тут еще там дальше уже Кларацеткин. Я так подозреваю, мы сейчас сюда направо и куда-нибудь на Держинского поедем. Может, там постоим. Заказ прилетел. Я вообще практически не стоял, только подрулил вот сюда на Грушевскую. И сразу заказ прилетел. Отлично сегодня просто заказы летят. Подолгу ни разу не стоял. А поедем в Роза-Люксенбург, а потом в Грушевскую 1 назад. Маршрут какой-то странный. Сейчас девушка придет и поедем назад на тот же адрес. Это у нас получится поездка 6 километров где-то. Этот заказ 7,50 было. По-моему, это даже комфорт плюс был. Но балаболка это. Такие пассажиры редко встречаются. Просто без остановки. Не, она в принципе интересно рассказывала. Но, блин, вот есть же люди, которые просто без остановки тарахтят. Ну, вот тут прям истанем. Ага. И сразу заказ прилетел. Щурса 9. Вот из этого дома я возил. Тут буквально со двора выехал. Сразу заказ прилетел. Поехали дальше. Супер. Сегодня денек мне нравится. Просто замечательно. И клиенты сегодня все такие спокойные. Все такие доброжелательные какие-то. Я не знаю. Что там, полнолуние прошло, что ли? Обострение у психов закончилось. Сегодня прям удовольствие ездить. Такие дни редко попадаются. И заказы. Все куда нужно. Одной отмены у меня не было. Но еще не вечер. Я надеюсь до вечера не испорчу, не сглажу. Рокоссовского 73 поедем. Это 9 километров. 7 рублей за этот заказ. О, время настало. Женщина ехала вот сейчас. Поперхнулась там чем-то. Закашлялась. И начала оправдываться, что мол, я просто поперхнулась. Ничего страшного. Так что сейчас человек даже чихнуть боится. Что на него косо смотреть начнут. Но я на всякий случай проветрю. Ехали мы назад на Рокоссовского. Поедем на перекресток. С Плеханова, по-моему. Да, вот сюда. На этот перекресток. И там по рыбачам немножко. Хотел посмотреть, сколько я стою. И случайно обнаружил, что предыдущий заказ комфорт был. Вот так вот. А стоим мы 44 минуты. 44 минуты без заказа. Что делать и что делать. Ну как-то, блин, так хорошо шли. А тут внезапно стали. Надо куда-то сваливать. Давайте, знаете как. Ради прикола сделаем кружок по этому району. И посмотрим. А вдруг в движении чего-нибудь и прилетит. Все равно простаиваем. Сказал 158. Я не знаю, что это. Но что-то сработало. Короче, смотрите. Моя стратегия была. Я, естественно, как обычно стоял посередине района. Вот здесь вот. Вот он. Перекресток Каркасовского и Плеханова. И я подумал. Ну все же так становятся в центре. Дай-ка я отсею часть. И съехал на окраину. Вот я стоял на Малинине. Прилетел заказ. Прошло буквально минут 5. Может это совпадение. Может не совпадение. Но какой-то шаманский танец сработал. Ну а так получается 55 минут мы были без заказа. Давай едем на Маякопского 127. Это у нас 7 километров. Это меня ведет все ближе к дому. Может ты домой поехать? Быстро мы доехали. Получилось 5.20. Давайте где-нибудь возле Лошадского тут и станем. Постоим. Может с Маяковского прилетит что-нибудь. Остаю хоть порядок навести. Пылюку протереть. Ново мы простаиваем. Давайте попробуем туда углубиться. Бородинская там по-моему улица. Если я не ошибаюсь. Там дальше правее много многоэтажек. Оттуда часто прилетали заказы раньше. Сейчас посмотрим как дела там обстоят. Это как-то печально стоять без заказов. Но как бы глубже уже некуда. Козыревская улица. Все стоим тут загораем. Если уж не прилетит ничего, тогда не знаю. Тогда может и домой поедем. Еще неожиданно Балтийская 2. Блин, не знаю сколько мы 15-20 минут простояли. Вот она наша Балтийская. Кирова 1. 5 километров. Этот заказ 4,80. Даже 4 минуты платных простоял. И на Кирова 1 мы попали, а на Галилео. Я с обратной стороны еду. Что-то он пытался такое сделать. Заехать пытался. Или там припарковался так. В центре, я так полагаю, ловить нечего. Доехал до Могилевской. Заказов по Безналу у меня нету. Я теперь буду так говорить. Потому что у кого-то они есть, кто катает наличку. Я наличку не катаю. Катаю только Безнал. Поэтому у меня по Безналу заказов нет. Давайте будем ехать до Жуковского. Если заказ не прилетит, тогда я поеду домой. Потому что опять начались простои. И мне становится неинтересно работать. Кто-то в комментариях спрашивал, не помню кто. Кто-то писал, почему я вечером не езжу. О, смотрите, в Узовске прилетел заказ. А, я понял, куда это. Я думал, в обратную сторону. А нам надо просто направо надо было повернуть. Но как бы все равно, я не в той полосе стоял. Сейчас мы тут развернемся. А вечером я не работаю, потому что я не выдерживаю столько сидеть без заказа. Вот как только обед начинает тут такой вот быть. Час постоял, 40 минут, 30 постоял. Я просто не выдерживаю и уезжаю домой. А если я приезжаю в обед домой, то мне потом уже лень выехать в вечер. До самого вечера я спокойно выдерживаю, если целый день идут заказы непрерывно. Ну, хотя бы там полчаса. Один раз постоял, пускай час еще один постоял. И нормально. И дальше заказы, заказы. Все, я спокойно выдерживаю целый день. Раньше так даже и до полуночи ездил. Разрешал Яндекс кататься. Блин, Бобруйская 6. Я только оттуда приехал. Сейчас с вами туда-сюда будем кататься. 4 километра нам ехать. И снова мы здесь. Ну, тут в центре, конечно, машин многовато. Что, поехали опять на Могилевскую? Прямо мы с вами ездим. Еще один комфорт стоит, отдыхает. И едем до Жуковского. И там смотрим по ситуации. Здесь машины тоже на обочинах стоят. Здесь что-то на Жуковского всю дорогу разодрали. Ставили полполосы. О, смотрите, заказ прилетел. 800 метров. Слонимская, куда-то Слонимская. Чуть-то не знаю такой. Он стоит тоже. Ему бы прилетел. Я позже с чистой совестью домой поехал. Но что-то меня не пускает домой. По-любому Яндекс знает, что я собираюсь домой. И не хочет меня туда пустить. Сейчас будет смешно, если тоже на Галилео Бобруйская 6. Где-то я там так час... А, это в Серебрянке я целый час почти простоял. Здесь все нормально. Потихоньку идут заказы. Надо было сразу там не стоять посередине. А с этой Серебрянкой покрутиться немножко. И может прилетел бы заказ. Аэродромная 32. 3.40 за этот заказ. Вопрос поездки домой пока остается открытым. Я вот так по кругу езжу. Круг своего района. Смотрите. Вот так вот по Володько, по Маяковской поездил. На Могилевскую сюда заезжал. Потом назад сюда уезжал опять на это Галилео. А сейчас вот так вот круг сделал и оказался здесь. Сейчас если бы закинуло куда-нибудь на Уруча, я бы там и стоял и ждал. А так вот езжу вокруг. И поэтому ждать не хочется. О, а заеду-ка я на заправочку. У меня тут бензин еще есть. Но завтра придется заправляться. А так мы сейчас заправимся. Все равно тут кружим по кругу. А здесь рядом есть заправочка. Вон там во дворах на Левково налево. А так вообще, да. Вот стой, чувак. Там стояли вначале. Странно, что я вообще тут споймал сейчас по окрестностям два заказа. Ну вот и все. На 50 рубликов заправились. Ну что, включать дальше или нет? Нет, ребята, не буду я дальше включать. Хватит с нас сегодня. Судьба говорит, едь домой. Так бы его вела куда-нибудь далеко. И там бы стоял, ждал. Видите, когда на своей машине не нужно за аренду платить. И нету такого вот стимула, что сидеть до последнего пока не отобьется. На Воронянске тут раскопки все еще продолжаются. Вон уже дорогу скоро доделают. Давайте я сегодня посчитаю, что у нас получилось. Мы сделали 16 заказов. 53 рубля наездили. У нас, по-моему, там даже гарантии сработали. 11 рублей и 10 копеек. Что даже удивительно. Хотя, чему удивляться? Последние три заказа по 3 рубля были. Километраж у нас, значит, 137 километров. Тредний расход 7,7. А день очень даже ничего такой был. Вот если сравнивать даже с предыдущим выпуском. Там с утра было бодро. Но начиная после 10-11 я проставил много. Сегодня же у нас простой был только где-то в час. До этого мы ездили нормально 15 минут где-то проходило, 20 минут. А вот они наши подсчеты. 10 литров мы потратили бензина. Это у нас по деньгам получается 18 рублей. Так, по таксометру мы 53. Но, допустим, с гарантией минус комиссия, пускай, 8 рублей. 61. Ну, грубо говоря, 61 рубль. Отнимем 61 рубль. Получилось 42 рубля. 42 рубля мы сегодня заработали. Даже как-то неплохо. Я почему-то думал, меньше будет. На этом выпуск я завершаю. Вопросы, пожелания оставляйте в комментариях. Все, всем удачи. Пока.